Леша, мы можем тогда начинать, в принципе. Ведичка-то, я просто иногда буду делать, покашлять, потому что зима, и тут этого не избежать, какие бы там меры не принимать. Слушайте, ну давайте начинать. Большое спасибо, Вервых, всем за то, что вы пришли сюда. Сегодня суббота, 9 февраля, 5 вечера, достаточно удаленное место, не самая центральная локация города Киева. Я очень ценю этот жест. Вот, и зовут меня Игорь Священко, как вы уже видели в описании. Ну, кого-то я здесь знаю, кого-то не знаю. Вот, и еще прежде, чем начать, я выразил бы благодарность, конечно, Лёше Алине этому месту, которое приютило и дало возможность здесь этот доклад, лекцию прочесть. Вот, и дальше мы можем, в принципе, начинать. Посвящено это все будет, на самом деле, ну, как бы размышлением, которые замкнуты на фильм боснийского режиссера. Данек Амлен – это молодой, 86-го года рождения, боснийский режиссер, который несколько лет уже живет и работает в Германии. У меня в голове крутится Берлин. Вот, и, в частности, этот фильм уже – это последний, относительно, одна из относительно, как бы, недавних его работ, 2017-го года. Вот, как бы представлять его? Он был на фестивалях международных, получил призы, попадал в конкурсную программу, ряда фестивалей. Он попал там в списке, например, авторитетного интернет-журнала об авторском кино «Синетикль» – лучший фильм 2017-го года. Вот, и я впервые его посмотрел в 2018-м году. Фильм короткометражный, структура мероприятия, которую, как бы, я сейчас вам предлагаю, она построена таким образом. Мы сначала смотрим фильм. С моей точки зрения, не буду этот взгляд навязывать, но фильм достаточно сложный, не потому, что Данеком Лен хотел что-то такое сложное сказать, хотя он достаточно сложно мыслит, если почитать интервью с ним, там и Дебор, и Делез, и все, кто надо. Вот, однако он не надумывает, а, в общем-то, конкретно в этом фильме здесь есть логика, как бы, чистая работа с кинематографическим образом, а не интеллектуализированная попытка воплощения определенных концептов. Через кино. Это разные вещи. Вот. Мы посмотрим его два раза, поскольку фильм снабжен определенным комментарием, я предлагаю вам посмотреть его сначала, чтобы понять, о чем речь, потом будут определенные комментарии от меня, и потом мы посмотрим его, если не будет каких-то протестов по этому поводу в конце, когда мы закроем или, там, после того, как я закончу, и перед каким-то обсуждением. Вот. Вот. И где это было прочитано? Это было прочитано, ну, значит, читалось это все в 2000, уже в прошлом, в 18-м году, в сентябре, 14-15 сентября, была конференция в городе Сплит, Хорватия, которая, в общем-то, была посвящена такому философскому течению как спекулятивный реализм. Я не являюсь человеком, который считает себя компетентным спекулятивным реализмом, поэтому спекулятивный реализм конкретно, если мы говорим о людях, которые являются, как бы, приписываются обычно вот к отцам-основателям этого движения, но и не использовался конкретно для анализа этого фильма. Конференция была организована с Плитским университетом и носила название Gravity Assist. Gravity Assist — это использование инерции, гравитации, которая существует вокруг планеты, для того, чтобы вывести спутник, там, Voyager или еще там какой-то, на орбиту и запустить его непосредственно там в направлении выхода из Солнечной системы. То есть это, в общем-то говоря, буквально это надо понимать как использование того, что есть, для того, чтобы задать направление, которое приведет к чему-то новому, то есть попытка пересобрать существующий опыт, но я, в всяком случае, всегда это понимал так. Вот. И тот доклад, который был прочитан в Сплите — это одна история, потому что у меня были несколько другие акценты. Там акценты сместились во время работы над Paper, который я закончил относительно недавно, и то, что вы сейчас будете видеть, это, собственно, ну и слышать, это, собственно говоря, результат как доклада в Сплите, так и Paper, который был написан, ну и определенных изменений, которые прошла эта логика. Вот. Перед тем, как мы начнем, еще один комментарий по поводу того, что такое анализы, почему я как бы, ну, собственно говоря, почему этот фильм. Тут есть несколько моментов. Я вообще преследовал только две вещи. Это все это мероприятие, ну, как бы, интенция моя, потому что я поехал в Сплит как независимый исследователь за свои средства. Это не была какая-то там командировка, которую мне кто-то навязал. То есть у меня была интенция одна — понять, во-первых, эмоциональную реакцию, которая лично у меня возникла на этот фильм. Она была достаточно сильной. Вот. Понять, какие триггеры там задействованы, и как это эффективное эмоциональное состояние было обусловлено, на чем оно спровоцировано, и что, собственно, Данай Камлен сделал. Второй момент. Уже в структуре фильма есть один элемент. Это как бы музыкальное сопровождение и роль звука, которую я просто не мог понять. Ну, я просто не мог понять, почему. То есть я некоторое время смотрю кино, я не являюсь кинокритиком, но у меня есть определенный устойчивый интерес к некоторым сферам кино. И я просто не мог понять, почему Данай Камлен делает вот эту вещь со звуком. Да, как он использует звук в этом фильме. Вот на стыке поиска ответа на личное эмоциональное состояние, на его причины, и попытки объяснить звук в этом фильме, а значит, звук в современном кинематографе, а значит, то, что называется современное аудиовизуальное изображение, а значит, то, с чем вы сталкиваетесь все время, каждый день, в Facebook, в Instagram, смотря клипы, MTV и так далее, и так далее. Вот. Тут кто что, у кого какая часть этого опыта. Вот. Вот от этого всего, как бы, от этих входных данных и вырос этот, выросла эта попытка. Говоря о анализе, да, то есть это не какая-то аналитическая попытка дешифровать что-то, потому что, ну, так было надо. Вот. Кроме того, это последняя оговорка перед тем, как мы приступим к просмотру, я не преследовал цели понять, как это понимают до сих пор некоторые люди, что хотел сказать автор. Для меня не существует вообще такой постановки проблемы. Я не знаю, что Данек Камлайн хотел сказать, потому что, чтобы он не хотел сказать, он сказал нечто другое. То, что он сказал, попало в множество контекстов культурных, оно попало в украинский контекст, о котором Данек Камлайн не может быть осведомлен полностью, потому что он босинец, который живет в Германии. Оно попало в контекст мирового кинематографа, общий какой-то контекст, контекст более авангардного, авторского кино и прочие-прочие-прочие контексты. В контекст вот нового аудиовизуального изображения, то есть на перекрестке всех вот этих вот вещей существует попытка Данек Камлена, которая, собственно говоря, сама будущий совершенный продуцирует смыслы. Не в том смысле, что что-то, что Данек Камлайн хотел сказать, оно вот как-то там заложено в этом фильме, наша задача — дошифровать и выявить определенную интенсию, которая изначально уже есть в этом фильме. Да, вот он хотел сказать вот и тот, а нет. Собственно говоря, фильм — это машина по производству смыслов. Производителями смыслов являемся мы, то есть она производит смысл в том числе благодаря тому, что прорастает в нас и действует через нас. Потому что фильм — это не просто совокупность кадров и какое-то количество времени, это наша рецепция и то, что происходит в нас. Вот, теперь я думаю, что мы можем посмотреть эту работу. Называется, да, 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 называется это предложение о фантазии. Фантазизация, фантази сэнтенсус на английском. Так, ну вот фильм вы только что посмотрели. Поскольку там были субтитры, которые, возможно, не всем на заднем ряду были видны, я еще раз обозначу эти два момента. Мы видим строчку в начале фильма, которая идет расшифровкой, это субтитр, к голосу, аутентичному голосу женщины украинского полейсия. Данекомлен перережал в Украину, общался с жителями, я не знаю, каких населенных пунктов. Вот, и одна из рассказанных легенд им была использована для начала фильма, да. Исчезает свет, появляется человек, потом его внешность изменяется, и под ним мы видим когти и рыжую шерсть с первым проблеском солнца, да, если как бы это быстро перевести. Потом проходит фильм, и в конце мы видим, в общем-то говоря, практически то же самое, но голос уже не аутентичный, как, судя по всему, в начале фильма, а проведенный через определенный дисторшн, то есть как-то очень сильно искаженный, и вместо практически идентичных слова пересказывается та же самая легенда, только вместо мужчины появляется почему-то фотография. As the light fades, there appears a photo, да. Its surface tears open, sap flows, underneath white bark and drew the first light. Вот это последние строчки субтитров фильма. Мне, конечно, когда я поздрел сначала, мне вообще было непонятно, при чем там эта фотография, и каким образом Данэ Камлин это вообще видит. Я так и не знаю, каким образом он это видит, но ответ как бы для себя, который я искал, часть ответа я нашел. Давайте попробуем посмотреть по фильму, что у нас получается. Я думаю, что город, который появляется во второй части, вы узнали, да, он достаточно узнаваем в мировом, вообще-то говоря, контексте медиа, в постсоветском. Тем более, вот это Припять. Интересный момент, который связан, если мы говорим о встроенности этого фильма, обычно он характеризуется как non-narrative film, и как бы понятно, что возникает какой-то привычный рефлекс проассоциировать его с авангардом, скажем, применить это слово в качестве определенного клише, не отрефлексировав его, ну, просто сказать, ну, авангард такой. Это, не знаю, кто-то, может, сказал «Бархаус». Вот. Есть некоторые работы, которые тематически, так или иначе, связаны с радиацией, которые сделаны авангардистами, ну, выдающимися, скажем так, режиссерами прошлого. Это Крис Маркер, работа «Взлетная полоса» 1962 года. Фотороман, как называет Маркер, это, в общем-то говоря, уникальная форма, и я не могу вспомнить сходу ничего похожего в истории кино. Вот. У последствий ядерной войны. Вот. И, как бы, последствий радиационного облучения, в общем-то говоря. И, например, и в 2012 году Ангела Мелитополос, Маурицо Лазарату, да, теоретики там постматериального производства едут в Японию, записывают документальный фильм «Жизнь частиц» «The Life of Particles» 2012 года. Это отличная работа, документальная, там интервью с... Посвященная она, в общем-то говоря, анимизма Готари, да, философии Готари с небольшими вкраплениями Деллеза и радиации. Вот Готари и радиация дают нам Мелитополос и Лазарату. И в том и в том фильме, и в этом фильме радиация как такова, это принципиальный момент, конечно, показано быть не может. Но как показать радиацию? Показаны последствия, катастрофы, какие-то эффекты, ее эхо, так сказать. Но что отличает этот фильм от работ Криса Маркера и Мелитополос и Лазарата, здесь вообще в принципе отсутствует какая-либо попытка артикулировать, дать какой-то авторский комментарий, кроме, ну очевидным образом, структура фильма является определенным авторским решением. И вот эти вот две крошечные микроистории, микронарративы, которые я называю framing devices. То есть это как бы рамочные линзы, в которые входит, из которых выходит в конце фильма наш взгляд. И дальше он преломляется определенной оптикой, которую Данэ Камлен предлагает. Вот. Поэтому полное отсутствие какого-то нарратива, с одной стороны, как бы толкает на определение фильма, как, в общем-то говоря, хочется сказать, да, что это не москультура, это авангард. Но вот это определение само по себе несколько проблематично, потому что давайте посмотрим на структуру фильма. Ну как я это вижу я? Для меня структура фильма состоит из четырех частей. Я как бы, как я крутил его перед самым мысленным взором я их обойти не мог. Это первая introduction, да, когда мы видим вот этот вот синий экран оцифрованной пленки с какими-то там дефектами и строчки субтитров. Дальше идет достаточно большой секвенс, секвенция архивной пленки, да, оцифрованной, которая была взята Данэ Камленом у семьи людей, которые жили в Трипете в 86-м, то есть это аутентичный футедж, это не найденный ютубовский, скажем, материал. Нужно носить эти разграничения без уничижительности по отношению к найденным на ютубе материалам, просто это разные несколько моментов. Вот он приезжал сюда, нашел неким образом это. Вторая часть это статичные цифровые планы, которые были сняты в зоне отчуждения, как она выглядит сегодня. И последняя часть это симметричная первая, практически симметричная первая история с небольшим дефектом, где у нас для человека появляется фотография, из-под которой потом какая-то премордиальная природа начинает лезть. Вот эти вот, вот эту вот конструкцию, если мы возьмем, очевидно, что центр тяжести фильма помещен на архив и на статичные планы Припяти. Они должны генерировать определенную узнаваемость, она резонирует определенным образом в зрителе, и они должны, там, в том числе архивная пленка генерирует определенным образом эмоциональную определенную реакцию. Вот. И если мы на это посмотрим, то с точки зрения сравнения, например, с некоторыми другими работами Авангарда, получится, что материал, который использует Денн Акомленд, несмотря на то, что это материал как бы им найденный, добытый, там, авторский и так далее, он, в принципе, сам по себе новым не является, потому что архивные съемки такого рода, как вот найденная, как та, что находится в первой части фильма, которую вы только что видели, детство детей, там, в каком-то советском городе и так далее, и так далее, в изобилии присутствуют на Ютубе, да, после такого процесса, который я называю приватизация советской памяти, да, когда память была оцифрована, огромное количество архивов было оцифровано, попало в интернет, вот, вы можете забить, там, я не знаю, Киев 80-х, любительская съемка, и там будет куча всего, от Киева-глазами киевлян, до Киева-глазами, там, итальянцев и американцев, и во второй части образы, которые здесь даны, они, конечно, были сняты с определенной целью, несомненно, данной камленом, но, опять-таки, по характеру образности, то, что он использует, это то, что в огромном количестве, ну, был, наверное, определенный эффект узнавания, я рискнул предположить, то есть это не та вещь, которую вы, то есть, скажем, это не фильмы, там, Стэна Брайкеджа, которые вы смотрите, это не фильмы каких-то людей, которые, собственно, в ремесленном способом производили кинообраз, да, то есть это что-то, что уже отсылает к существующему медиальному опыту зрителя, вот, следующий момент, это тот, что используется в социальных сетях, в YouTube, используются алгоритмы, которые подбирают, по тому, что вы смотрите, и предлагают вам следующий вариант, то есть, например, если вы смотрели архивную пленку, архивную запись Припяти, да, наверное, вам будет интересно, ну, там, если вы смотрели какие-то архивные советские кадры, вот там, у вас может выскочить даже Припять, вот, то есть, идет, ну, идет просчет определенный, я думаю, с этим вы все сталкивались, когда вам предлагается в рекомендуемых просмотру видео, которые оказываются более-менее интересными, у меня так, тоже был, например, ряд открытий определенных совершен через алгоритмы, вот, там есть отличная статья Бориса Гройса под алгоритмов, там, субъекта и так далее, и тому подобное, но сейчас речь не об этом, речь идет о том, что с моей точки зрения фильм, по сути, стимулирует или эмулирует опыт, который существует в ежедневном контакте с социальными сетями, такой, как бы, рутинный, медиальный опыт человека, который совершенно далек от всякого киноавангарда и слов таких не знает, то есть фильм, как бы, оказывается таким конвертом, да, или, там, кожух, да, вкладыш, в котором находятся вот эти вот две части, которые, в принципе, сами по себе нам знакомы, и то, и то. Если мы, словно говоря, фильм на две части поделим, то сама по себе архивная пленка советская мало кого удивит, да, кадры Припяти, цифровые планы Припяти, статичные, ну, вот, встреченные в другом контексте, они совершенно не вызвали бы вообще никаких эмоций и вопросов. К вопросу о авангарде, да, поскольку мы выйдем в середине, в конце на такую вещь, как новое аудиовизуальное изображение, да, это как бы изменение в структуре кинообраза, изменение в режиме восприятия, как мы воспринимаем изображение, почему оно стало аудиовизуальным образом, да, а не просто там киноизображением. Большинство вещей, к которым мы обратимся, опираются на анализ в основном артефактов москультуры, условно говоря, назовем это так, потому что понятно, о чем я говорю, там, клипы Рихан, например, да, это, скажем, москультура, вот. Стивен Шевира, которого я буду позже цитировать, который по скайпу выступал на этой же конференции в сплите участником, который я был, где я впервые прочел доклад, посвященный этому фильму, вот Стивен Шевира опирается на клипы Massive Attack, на клипы Риханны, на клипы еще ряда исполнителей, вот, на совершенно не имеющие никакого, ничего общего с тем, что мы, как бы, конвенционально называем авангардом фильмы, там, сказки Юга, например, да, и так далее, вот. Ну, Джастин, Тимберлейк и авангард, это как бы не те вещи, которые стоят в одном предложении. Тимберлейк снимается в сказках Юга, да, вот. Поэтому по умолчанию предполагается в западном теоретическом корпусе, что разделение на авангарды массовую культуру утратило, как бы, ну, прекратило существовать, да, то есть, как бы, этот раздел между там высокой и низкой культурой прекратил существовать и существует просто некая, некий корпус там, медиа-артефактов, да, допустим, можно это так назвать, вот. Но внутри этого, ну, впервые этот тезис был озвучен, например, из текстов, которые я могу вспомнить в 1943 году Адорне Харкхаймером в введении первой главе диалектики просвещения. Достаточно известная работа, где проблематизируется тот факт, что отмена произошла, как бы, функционирование, отмена изменения прежнего режима функционирования культуры, да, когда была массовая культура народная, там культура низов, был авангард, вот, или определенная, как бы, там, противоположная, противопоставленная по определенным признакам массовой культуры, да, половинка, вот, с массовой культурой, с кинематографом, все это, как бы, отменяется, но если мы посмотрим на этот фильм, то можно применять это слово, но с одной большой оговоркой, тогда получается, что авангард, это просто определенный режим противоречий, в котором, как бы, это режим прочтения медиа-артефактов, которые существуют в корпусе москультуры, это режим, в котором максимально обостряются их противоречия, да, для определенных, ну, или для определенных авторам целей, или они просто обостряются вследствие произведенного высказывания без интенсии на то автора. Вот, в этом смысле, как бы, важно понимать, что этот фильм, он намного ближе к опыту нашему с вами, чем может показаться на первый взгляд. Почему? Мне кажется, это важно, потому что, в том числе, это и обуславливает определенную эмоциональную реакцию, которая у нас возникает, у нас генерируется. Я не знаю, была ли сгенерирована какая-то эмоциональная реакция вас, например, но во мне она была достаточно сильная. Я, в частности, я просто, задал себе вопрос, каким образом он этого достигает, почему он берет архив советской семьи. Меня с Чернобылем ничего не связывает на моей биографии. Я в 86-м родился, как и Данекомлен, меня посадили на самолет, я с мамой уехал в Невропетровск, после того, как произошла катастрофа. То есть, у меня нету каких-то драматических воспоминаний, связанных с зоной отчуждения, но, тем не менее, этот эффект, который выводится потом в эмоциональную реакцию, произошел, при условии вот того, что все это намного ближе и все эти вещи мы стократно уже встречали в нашем медиаопыте и в себя впитали. Дальше, то есть, в общем-то говоря, этот фильм это определенный способ монтажа, того, что мы встречаем в том, что все очень называется по старинке новыми медиа, хотя они не такие уже и новые. Если мы посмотрим на первую часть, то как бы по каким параметрам у нас генерируется этот эмоциональный отклик на первую часть. То есть, почему, когда мы смотрим архивные кадры, там черно-белые, особенно советские, возникает какая-то эмоциональная реакция. Лично для меня тут как бы несколько пересекающихся факторов. С одной стороны, это классический как бы аффект от созерцания прошлого, которое в действительности имело место быть. Это то, что Андре Базен называл, ну, такой кинореализм, как это иногда называют по Андре Базену. То есть, это кино как фиксация того, что действительно имело место быть и потом разворачивание чего-то, что имеет, ну, что как бы онтологически через бытие укоренено в прошлом. То есть, это действительно происходило. Это принципиально отлично от компьютер-generated imagery, CGI, да, или от какого-то там пространства, основанного на CGI, пространства компьютерных игр, которое нам дано, вот, но которое в реальности никогда не существовало, но рендерится, а не воспроизводится. Это воспроизведение, архивная пленка, это как бы совершенно разные вещи. Вот. С другой стороны, мы наблюдаем там первая сцена с детьми, да, аффект, такая эмоциональная реакция, она возникает еще и потому, что детство, в том числе любой, как бы, связанный с детством архивный футидж, пленка, всегда будет восприниматься несколько эмоционально, ностальгически, потому что есть момент попытки, как бы, вернуться у каждого человека, есть момент вернуться в, собственно, детство, как бы основание его субъективности, как точку, в которой происходила сборка субъективности. Есть ряд школ, там, психоаналитики и прочие люди, которые занимаются разборкой человека до состояния этого детства и попыткой там что-то наладить, если что-то пошло не так. Вот. Но сославшись на, например, если мы будем ссылаться на того же, на тех же сходу Адвара и Харкхаймера, то для них, как бы, детство в сжатом виде является таким инкапсулированным проходит отрыв от природного животного состояния, проходит через стадию мифа, да, до состояния, как бы, до состояния просвещенного существа. Это, как бы, вот детство человека. Совсем присущий механизм образования, совсем присущий механизм образования насилием, да, это, как бы, абсолютно нормальная в данном случае в рамках сложившейся модели западной цивилизации вещь. Кроме того, когда мы смотрим эффект, кроме момента детства, кроме момента созерцания того, что действительно было, да, у нас возникает еще и резонанс, потому что это было, но уже больше никогда не будет, да, то есть это государство, которое прекратило свое существование, вот, я не имею в виду, что мы там поэтому ностальгируем, или мы там скучаем, или мы хотели бы это реставрировать, но просто априори мы понимаем, что произошедшая реальность никогда больше не повторится вообще ни в какой конфигурации, потому что один из основных агентов, как бы действующих лиц этой реальности, государство, как бы, которое, в общем-то говоря, создало, построило, Трипять и так далее, и так далее, прекратилось свое существование полностью, да, вот, то есть для меня это было вот так вот, теперь если мы перейдем к второй части фильма, получается очень интересная вещь, вот мы видим разрушенную Припять, с какой-то там минуты мы видим, кстати, сразу мы видим большой кусок природы, и в один момент может быть там кому-то знаком Николас Гейрхальтер, например, да, австрийский режиссер, у которого есть фильм там 2016 года, буквально на год раньше, Данакамлена, Homo Sapiens, это статичные планы, очень похожие, кстати, по манере съемки, очень похожие на Данакамлена, на вторую часть этого фильма, в Припяти, это планы мест, которые покинуты человеком, это монументы в бывшей Югославии, которые находятся вот в таком состоянии, в каком находится сейчас в Припяти, это какие-то города в Китае, это что угодно, это места в Соединенных Штатах Америки, это места, возможно, там и Припять тоже фигурирует, потому что Гейрхальтер в 99-м снимал документальный фильм в Припяти, приезжая сюда, вот, то есть, и то, как это дает Гейрхальтер, трактовка, которую он предлагает, я могу сейчас вам это процитировать, да, он показывает пустые пространства, руины, города, которые все больше и больше поглощаются растительностью, трескающийся асфальт, эти территории, которые мы населяем, они как бы исчезли в качестве населенных территорий, то есть, они стерты, присутствие человека стерто с леса, земли, да, они заброшены, они разлагаются, распадаются на части, и постепенно забираются обратно природы, да, reclaimed by nature, after being taken from it so long ago, то есть, у Гейрхальтера, например, несколько такой взгляд, на первый взгляд, так может показаться, есть некоторый пафос в этом, то есть, цивилизация ушла, как отступили там воды моря, все, цивилизации нет, природа это опять завоевывает, хотя эти города там, какие-то сотни, или тысячи лет, допустим, принадлежали человеку, были им созданы, то, что делает Данэк Амлен, мне кажется, с этим проектом не имеет ничего общего, то есть, Данэк Амлен не показывает нам Припять для того, чтобы мы подумали, боже, какой был город, и мы все это потеряли, там, или что-то в этом роде, то есть, Камлен не пытается апеллировать к чувству ностальгии, да, вот, или он пытается, но его чувства, или как бы, не он, вообще-то говоря, это теория часа в себе, еще и дым образом, фильм Данэк Амлен, к этому апеллировать не пытается, да, или, как бы, несколько по-другому, в любом случае, давайте посмотрим теперь на вот этот нарративный момент, который я упомянул, нарратив как, как бы, история, да, которая, условно говоря, возьмем такое обычное синонимическое прочтение, нарратива в фильме нет, ну, то есть, какая история рассказывается, что происходит, если мы говорим о привычном нам понимании сторителлинга, какие-то персонажи, которые действуют, которые проходят через какие-то испытания, до какой-то кульминации, развязки, проповскую модель, если мы возьмем, да, морфология волшебной сказки, то, ну, вроде бы, как этого нет, но на самом деле, очевидно, что в центре фильма зияет определенный такой цезура, как я это называю, то есть, пустое пространство, которое монтажно в фильме никак не дано, то есть, там есть прямой стык, без кадра, без полкадра, даже паузы, дети из архива просто переплывают в цифровую Припять, да, в природу, вот, и вот этот вот момент, он как бы достаточно важен, то есть, в этом стыке что-то произошло, да, вот между архивом, где все было так тепло, это, кстати, досуг советского человека, то есть, досуг, в принципе, в рамках западной цивилизации, там некоторым, по утверждениям некоторых исследователей, не существует, как феномен траты распределения времени, досуг, вот, ну, существовал в Советском Союзе, потому что другой несколько способ хозяйствования, то есть, мы опять-таки видим способ отношения и регулирования времени, который тоже исчез, вот, и досуг, как бы, в этом смысле, родственник детства, где огромное количество свободного времени, где оно, в общем-то, как бы, все свободное, да, постепенно урезается, 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 вот, но о какой катастрофе идет речь? На буквальном уровне это понятно. После архива и до следующей части, которая показывает Припять, ну, там, природа, кстати, зона учреждения, она показывает, а не Припять, так более корректно говорить, произошла Чернобыльская катастрофа, с 25 на 26 апреля 1926 года, но, на самом деле, мне кажется, что нарратив, который предлагает этот фильм, он несколько по-другому устроен, и он, как бы, dysfunctioning, да, как я это называю, или narrative gone wrong, то есть, что-то пошло не так, и потому что это пошло не так, оно уже не может быть представлено нарративом, то есть, произошли такие структурные изменения в общественно-политической, экономической ткани, что вообще storytelling перестал существовать, и то, то, что произошло вот в этой гэп, в этой цезуре между, то есть, между этими двумя частями основного фильма, оно не может быть рассказано в принципе, потому что, как бы, произошли изменения самого режима рассказывания, да, вот, и с этой точки зрения мы видим такое идиллическое бытие до катастрофы, такой себе, ну, Эдем, скажем так, да, социалистического человека, и существование, последствия катастрофы, там, в 2017 году зафиксированы, вот, и с моей точки зрения катастрофа, о которой на самом деле косвенно, как бы, этот фильм повествует, ну, прямо повествовать о ней невозможно, по причине изменений, вообще в модели рассказывания историй, которую мы еще должны будем упомянуть, это, конечно, распад Советского Союза и колонизация некогда бывшей социалистической одной шестой части суши, да, инкорпорация ее в то, что именно у Валерштайна называют капиталистическая миросистема. Название фильма с предложения фантазии взяты с Бенимина, так получилось, что Бенимина не использовал вообще при рассмотрении этого фильма, хотя это, как бы, мыслитель, один из любимых мной, но не было, не возникло какого-то у меня контакта, как-то расшифровывать Бенимина, хотя я знаю, что Камлен, там я его много читал, но опять-таки, идти так, это значит, идти по каким-то интенсиям Камлена, пытаться найти, где же Камлен, как он прочел Бенимина, что это привело его к такому названию, к такому фильму, что, по-моему, заведомо ложный ход, вот, имену Валерстан, теоретик, который еще в 70-х сделал определенное предсказание о мире, который с нами сейчас происходит, и который нас окружает, да, в 70-х, он спрогнозировал на конец десятых, на 20-е годы, то, что он назвал кризис капиталистической миросистемы, вот, это определенный лимит, истощение определенного ресурса капитализма, как способа хозяйствования, Они основаны на эксцессивном росте вместо каких-то других возможных моделей. И там был взят, в общем-то говоря, за основу Валерстайна был взят марксизм и теория хаоса. Если я не ошибаюсь, это две основные вещи, которые он взял. Это Пригожин Стенгерс, теория хаоса, синергетика в том виде, в котором она дошла до нас. Хотя это слово тоже, как и авангард, стало очень маргинальным сейчас. И экономический инструментарий марксистский был взят. И такой режим хозяйствования, который полностью завершен, который является своего рода закрытым циклом от начала и до конца, он называет миросистемой. Миросистема в терминологии Валерстайна это не что-то, что охватывает целый мир. Например, по-моему, он приводит в одной из своих книг, например, Римская империя была миросистемой. То есть это была, в общем-то говоря, закрытая единица социально-экономическая, которая там неким образом взаимодействовала с окружающими единицами. Но вот это миросистема. Глобальный капитализм это миросистема, да? Буквально уже действительно в смысле world system, который охватывает весь мир. Например, если мы вспомним Фредерика Джеймисона, который говорит о позднем капитализме, начиная там с 89-го года, там с 91-го его работа, постмодернизм как логика культуры позднего капитализма, то у нас получается такой гибридный термин позднекапиталистическая миросистема. Это то, что я как бы использую, то, как я это вижу, да? И вот эта вот интеграция, инкорпорация социалистических государств, я думаю, что у людей здесь присутствующих есть совершенно четкие воспоминания о 90-х. Мне не нужно какие-то там факты и цифры приводить. Скорее всего, это или личный опыт, или там воспоминания, какие-то там истории семьи. Достаточно болезненный процесс изменения социальной ткани. Вот. Вот об этой катастрофе, мне кажется, фильм как бы и хочет нам рассказать, но, конечно, не рассказывает, потому что, если бы он рассказывал непрямо, то Камлен превратился бы в человека, который занимается там критикой капитализма или там еще что-то, ну, с каких-то таких откровенно неприкрытых и неинтересных позиций. Прелесть этой работы в том, что она сохраняет двусмысленность. И ее можно прочитывать так, как предлагаю я, а можно прочитывать совершенно по-другому. Я как бы не претендую на то, что я открыл некую истину в последней инстанции, да. Но это не значит, что можно, конечно, безответственно интерпретировать и предлагать там что угодно. Вот. Поэтому я попробую двинуться дальше, да. Вот. Вот. И таким образом у нас имеется некая, как бы, идеальная часть, которая на уровне архетипа ассоциируется с учлением с Эдемом в первой части фильма. И у нас имеется в виду последствия потери Новорай, да, в второй части фильма. Я употребляю эти слова не в морально-этическом смысле, а сугубо описательно, да. Вот. То есть, учитывая, что моей интенцией было понять резонанс моего собственного опыта, в этом смысле я понял, что через пережитый мной опыт 90-х, неким образом Камле на это вышел. Каким-то образом вот этот резонанс произошел, да. Хотя это совершенно неявный резонанс, и я не увидел в фильме ничего такого, что каким-то образом, ну, кроме того, что в первом кадре мы видим там дома, которые похожи на дом, в котором я вырос, да. Типичные социалистические дома, которые потом, ну, где там блоки, которые в Киеве и в других городах присутствуют там. Сыхев, район Львова, например, да, и так далее. Вот. И таким образом радиация здесь, конечно, является отличной метафорой незримой, да, вот этой волны лавины, там, товаров и услуг, которые затопили в 90-х наш рынок. Точно так же, в принципе, как и сейчас, наш рынок в значительной степени проседает под притоком из Европейского Союза вследствие подписания, да, соглашения об ассоциации товаров. Вот, поэтому можно осматривать этот фильм как притчу, да, о 90-х и последующих годах. Давайте пойдем дальше. Как это еще может резонировать? Ткань Припяти, ну, возможно, кто-то из здесь присутствующих был в городе Славутич, да? Да, вижу, кивают головой. Славутич, вы знаете, когда был построен, в 88-м году он был закончен. Это был город для людей, которые были эвакуированы из Припяти, которые продолжали работать на трех оставшихся энергоблоках, плюс сооружали объект укрытия. Они сооружали в десятки лет, до 2000-х, я не помню, какого года, в 2010-х только укрытие было закончено. Ну, АЭС была выведена в строю еще раньше. И Славутич и Припять, с одной стороны, являются, в общем-то, проектами, которые достаточно совмодовские по духу своему, да, то, что называется Soviet Modernism. Я не являюсь экспертом, как бы, в архитектуре, я просто ретранслирую вам тот код, который использовал я для понимания фильма. Вот, но при этом, несмотря на то, что советский модернизм ассоциируется с такими вещами, например, как там гостиница Салют или Крематорий, это было в том числе и прежде всего, потому что архитектура всегда остается формой общественного бытия, да, если использовать там подход нашего исследователя, выдающегося Андрея Пучкова, например, да, который ссылается на Мардера, академика Абрау Мардера. Вот, то есть, старый спор о том, является ли архитектура искусством, да, вот, одна из, одна из возможных, один из возможных ключей, предлагающих, ну, не решение, но путь к ответу является таковым, что искусство это форма общественного сознания, архитектура это форма общественного бытия, то есть, как бы, архитектура всегда была и остается массовой в этом ее родство с кинематографом, как в свое время упоминал об этом Вальтер Беннин, да, то есть, они, как бы, сущностно связаны, рассеянное восприятие архитектурных объектов, рассеянное восприятие кино, там, и так далее. И Славутич, с одной стороны, устроен таким образом, что каждый из кварталов там взят, туда взяты реальные дома, которые присутствуют. Ну, вы знаете, что кварталы поделены на 15 кварталов, которые называются в честь столиц республик бывшего Советского Союза. В каждом из этих кварталов представлена типичная жилая застройка, типовая застройка жилая соответствующих столиц. В том числе, например, в киевском квартале Славутича есть дома, которые находятся на левом берегу Киева на проспекте Ватутина. Это место, где я вырос. Поэтому, когда я попал в Славутич, для меня это был не совмод, а это было как бы узнавание того, что я уже видел. Вот это принципиальный момент. Совмод никогда не пытается апеллировать какой-то, ну, он не только апеллирует какой-то радикально новой эстетической форме, хотя это, конечно, есть, но эта форма должна восприниматься более объемно, чем крематория или гостиница Салют, да, или там библиотека Вернадского. Потому что это был проект реконструкции общественно-экономической ткани, в принципе, в том числе и массового строительства, типовые какие-то проекты, да. Вот, и поэтому, когда мы смотрим Припять, просматривается какая-то там, лично для меня просматривается там Киевская воскресенка, просматриваются там какие-то еще здания. То есть ты как бы смотришь не на то, что было где-то далеко и закончилось плохо, а на то, что ты, в принципе, знаешь, и что стало совершенно незнакомым, да. То есть, и вот эта вот вещь в теории аффекта называется eerie, да. Есть weird, есть unheimlich, фрейдовская или unhomely, как это сейчас переводят. И есть eerie, eerie-ness, да, короткая справка. Значит, для этого как бы как карты, да, я использую для чтения фильма как территорию определенные карты. В том числе я использовал Валерстайна, там Стивена Шавира, к которому сейчас перейдем. И есть такой человек, как Марк Фишер, британец, который занимается affect theory. У него есть книжка Weird and Eerie. Книжка, о которой мне, в общем-то говоря, сказал в сплите «Мать, я жила», как философ местный, хорватский. Вот, об этой книжке я тогда не знал. Он мне ее прислал. С частью из этой книжки я ознакомился. Суть сводится к тому, что фрейдовская эссе «Странное», Uncanny, по-моему, 1922 года, там, где он объясняет один из романов Гоффмана, по-моему, это «Песочный человек», «Страхом кастрации», ну, как и все, в общем-то, во фрейдовском ключе, да, решая это. Там использует Фрейд психоаналитический типичный ход, да, move. Он использует для объяснения внешнего мира семейную драму, да. То есть мы берем семейную драму, например, там, дипов комплекс, комплекс электро, да, и применяем ее, в принципе, к любому непонятному нам конфликтному построению конфигурации окружающего мира. По Марку Фишеру я пересказываю Марка Фишера. По Марку Фишеру это и есть основной ход психоанализа, интерпретация outside внешнего в терминах внутреннего, да. Почему он предлагает перейти к weird и eerie? Потому что weird и eerie, они предлагают, как бы, посмотреть на внутреннее, на inside, как на что-то, что пришло из outside, снаружи. То есть не объяснять внешний мир в терминах того, что тебе уже знакомо, а столкнуться с тем, что то, что ты всегда считал знакомым, или то, что некогда даже было тебе знакомым, на самом деле принципиально отлично. Или оно пришло откуда-то и является чужим, да. И здесь он разделяет weird. Ну, мне очень сложно эти термины переводить. То есть как бы и то, и то можно перевести там как weird и eerie, можно перевести там, допустим, как зловещий, как странный, да, в таком зловещем смысле опять-таки. Вот. Насколько эти термины узнаваемы? Понятно, о чем я веду речь? Я не знаю просто, может быть, здесь сидят люди, которые с степенью по филологии английской. То есть, ну, я не шучу, если эти вещи понятны, да, weird и eerie. Weird, иными словами, по терминологии Марка Фишера, это нечто alien, это нечто совершенно чужое, которое вторгается в наше пространство, и мы сталкиваемся с тем, что в нашем пространстве, в нашем inside, это может быть, я не знаю, там, какая-то сфера жизни одного человека, семья, там, какое-то общество, там, классная комната. Вот тут inside, как бы, определяется в терминах, я так понимаю, психологической комфортности, а не каких-то философских категорий. Вот в inside находится фундаментально чужой элемент, да, ну, фильм Alien, вам, наверное, знаком в той или иной форме, да, когда на корабле, который вроде бы нам хорошо известен, появляется нечто чужое. Вот. Weird, eerie, это несколько другой ход, это когда мы смотрим на то, что мы некогда знали, мы видим, что на самом деле это что-то совершенно другое. Это вот как, собственно говоря, это та модель, которую я предлагаю, это тот тип аффекта, то есть после того, как я понял, почему срезонировал во мне этот фильм, я попытался понять, какие именно аффекты пытается высечь этот фильм во второй части. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, чтобы просто заставить меня пролить слезу, что, боже, ну, опять-таки, да, вот что-то какое-то, ностальгическое чувство. Но фильм, по-моему, намного более сложно устроен, это более sophisticated машина для того, чтобы как бы таким образом действовать. Это не сериал, хотя и сериалы сейчас устроены таким образом, что ничуть не уступает фильму Камлена, возвращаясь к тезису о балангарде, массовой культуре, с которой мы начинали. И я задал себе вопрос, какой тип аффекта, то есть я испуган, я раздражен, я что? Есть определенная палитра, которая для этого используется, есть Uncanny, Freight, Unhomely, да, психоаналитический ход, есть Weird, есть Eerie. И Eerie, в частности, Марк Фишер прямо об этом и пишет, это пространство, которое некогда были заняты людьми, которые люди покинули, да, то есть вот Николас Геррхальтер, это как раз апелляция к аффекту Eerie, это Eeriness, да, чувство Eeriness. И у Камлена тоже получается Eerie, когда мы не можем понять, что произошло с тем знакомым, что мы знали, да, то есть почему нету того, что было нам известно. В данном случае получается, почему из архивного детства, которое нами как бы считывается в первой части фильмов, каким образом могло произойти то, что показано во второй части, то есть вот этот эмоциональный шок предлагается. И то, что делает Камлен, это движение из, получается, социалистического прошлого в капиталистическое настоящее и, возможно, будущее. Это фундаментальное обращение. Один из моментов, который, мне кажется, важно понять, этот фильм особенно серьезное воздействие оказывает на определенную социологически очерченную категорию. Вот я говорю, я не знаю, как этот фильм смотрят американцы, вот, например, но моделируя на себе, я думаю, что он оказывает воздействие где-то на людей, которые вот в конце 80-х, в начале 90-х родились, не позже. И более прежние, ну и там поколения, которые старше. То есть здесь есть определенный социологический момент, который я хотел бы осветить, да. Вот. И движение, которое предлагает Камлен, это реверсия, да, это обращение вспять оси, на которой строился Советский Союз. Потому что мы знаем, что нарратив, который рассказывал Советский Союз, был следующим. Была предыстория, потому что фактически, если мы посмотрим на отношение, как бы, Советского Союза к истории, там, всей предшествующей, там, к тысячам лет человеческой истории, оказывается, что, в общем-то говоря, отношение, как к предыстории. То есть Советский Союз, это ученый-геолог, который объясняет всю геологическую предшествующую стратеграфию. Вы посмотрите, вот это Аммониты, там, это буржуазное общество, там, Франция 18-го века, да, классовая, вот, рабовладельческий Египет, вот. И проект, который предлагался, это, собственно говоря, вывод человека в плоскость истории из предыстории, да, потому что, там, буржуазный, рабовладельческий, строит, там, все эти моменты, они, вся предшествующая сумма человеческой истории воспринималась, как предыстория, да. Вот, поэтому то, что делает Камлев, он показывает, что закончилось-то все совершенно противоположным образом. Закончилось таким образом, что мы из социалистического прошлого пришли к капиталистическому настоящему. И это полное, как бы, обращение того, на чем строится левый проект. Потому что левый проект сам от своего основания. И до сих пор, в том виде, в каком он существует, я не буду комментировать состояние этого левого... Я вообще себя не идентифицирую с левым проектом, давайте прямо там скажем. То есть я не пытаюсь апеллировать к какой-то собственной левизне. Это раньше было для меня каким-то очень таким burning issue. Сейчас я просто воспринимаю это как методологический аппарат. Валерстайн интересен мне, как марксиста, как человек, который объясняет вещи, которые он сделал, вот прогнозы его 40-летней талости, они сейчас начинают сбываться. Вот это интересно, это потрясающе. У него есть блог, там всех приглашающих, всех интересующихся приглашают читать. Он комментирует политическую ситуацию, в том числе, там, Трампа, Индию, Китай, Путина. Вот, в таком глобальном ключе. И то, что предлагает Камлен, это как бы на самом деле жесткий эмоциональный шок, потому что это полное обращение тех координат, тех основ, столпов, на которых левый проект стоит с начала своего возникновения. Это как бы указание на то, что вот по факту произошло у нас вот что. Опять у меня оговорка по Фреду получается, да, предлагает это не Камлен, предлагает это фильм, потому что я не знаю интенсии режиссера. Хотя я предполагаю, что он достаточно человек прогрессивных левых взглядов, судя по тому, что я читал. Ну так, с ноткой, it's a pinch of salt, да, с крупицей соли, это можно воспринимать, я не иронизирую всерьез, но очень серьезное на самом деле с ним интервью. Опять-таки всем интересующимся могу отправить там какие-то материалы, все, что у меня есть. Вот, и таким образом движение с капиталистического будущего, из соц прошлого в наше капиталистическое настоящее, да. Дальше часть Weird и Eerie, которую мы с вами уже прошли. Вот и получается таким образом, что Припять, которую показывает Камлен, это не просто за счет вот этой первой части, за счет определенной системы, да, экспозиции, которую он дает. За счет того, что в этом фильме присутствует, Припять, которую мы видим, это опять-таки по материалу, привычный нам материал, который мы видели сто раз в YouTube роликах. По конкретному режиму местонахождению этого материала в этом фильме, это предельное обострение, вот это вот, это определенный режим прочтения известного нам медиаопыта уже, да. То есть он предлагает, в общем-то говоря, определенный инструмент, да, таким образом. И город этот оказывается вот таким образом слепком места, да, архивом, в который впечатана в некотором виде зона отчуждения, да, в смысле впечатана история украинской независимости в том ее аспекте, который связан с интеграцией в позднекапиталистическую миросистему, да. Вот. И в этом смысле планы, которые идут во второй части фильма, являются иероглифом. Опять-таки обращаюсь к мимоходам, я не подводил к этому специально, но есть об этом упоминание и у Беннина много об этом, есть упоминание и у Адорна Хархаймера в диалектике просвещения о том, что иероглиф это когда... Они, как они пишут там, мы берем кинообраз из какого-то американского фильма «Продукты культуры и индустрии» и вычитываем диалектикой, прочитываем его как иероглиф, который как бы сам себя расколдовывает и говорит о себе истину, которую он скрывает, да. То есть ту истину, которую там новости, масс-культура и вот эта вся машинерия пытаются от нас скрыть. Адорна Хархаймер во всяком случае в этой работе претендует на то, что они с помощью диалектики это развинчивают, да. Как бы разбирают и уличают образ во лжи. Что, собственно, в каком-то смысле сделано в фильме. Так получается. Я, в всяком случае, это вижу вот очень четко и рельефно таким образом. И здесь как бы можно еще подойти к тому, что, к такому интересному моменту, что таким образом статус Припяти, если мы с этой стороны на это посмотрим, Припять является таким символическим местом травмы, но какой травмы? Это не травма, ну там, это не травма, связанная только непосредственно с чернобыльской катастрофой. Это город, который является символическим местом, связанным с вот этими травмами украинской идентичности. Что такое украинская идентичность? Она начала формироваться, ну давайте возьмем нам последние сто с небольшим лет. В конце двадцатых, да, по-моему, в конце двадцатых, в начале тридцатых это поколение расстреляно в Дроджине, да. Которое там, по-моему, начинается расстреляно в Дроджине с того, что тираж книжки под редакцией Михаила Саменко до начала тридцатых годов. Переводы Маяковского на украинский язык. Вот, Михаил Саменко это человек, который писал телеграммы Маяковскому с ультиматумами, да. То есть, ну, просто чтобы обозначить уровень как бы полемики. Это не какая-то маргинальная фигура, это фигура, которая была вытеснена на маргинале истории. Но, в общем-то говоря, это человек, который был просто в самом центре событий формирования художественной формы своего времени. Вот, и тираж книги, которая была с переводами украинских, на украинский язык Маяковского работ и там с предисловием, по-моему, Соменко уничтожают в редакции. Ну, и с этого начинается там расстрель на Дроджине. Вот, дальше, то есть, прерывается определенный процесс формирования, ну, как бы, культурного ядра украинского народа, который начался. Потом у нас идут, как бы, такие очень непонятные годы до 60-х, когда 60-ники диссиденты-то начинают. Потом идет 91-й год, да, и начинается вроде бы как независимость, но вопрос по украинской идентичности не решен. Он не решен потому, что не решена проблема очень простая. Что делать с 75-ю годами советского прошлого? Или мы признаем, что оно является частью нашей идентичности, и мы формировались, идентичность наша формировалась таким образом, как бы, и Советский Союз оказал определенный импакт, воздействие на эту идентичность. И таким образом мы начинаем в 91-м году, если мы отбрасываем Советский Союз, мы начинаем в 32-м, 33-м году. Что, по-моему, вообще, конечно, смысла никакого не имеет. То есть, в том или ином ключе советский опыт проговаривать необходимо, но не так, как это делается, не через, там, снос памятников. Потому что тут достаточно понятно, что отрицание никогда не приводит к исчезновению самого предмета отрицания как таковому. Но просто приводит к тому, что на отрицание накладывается табу, и вся эта социально-культурная механика усложняется. И, соответственно, разрешение ее тоже усложняется. Вот, поэтому, с этой точки зрения, Припять, которая предлагается, это еще и метафора вот этого проекта украинской идентичности Under Construction, да? Вот, опять-таки, помним о том, что, согласно той версии, которую мы сейчас встретим в новостях, Украина, получается, вообще к катастрофе Чернобыльской никакого отношения не имеет. Да, это все было сделано Советским Союзом. То есть, ну, тут всякие противоречия, которые достаточно очевидны. Я не буду на каких-то банальных вещах останавливаться. Вот, и теперь мы подходим к звуку, да? Потому что достаточно интересный момент. Звук в фильме. Вот мы смотрим архив, а звук из Припяти 2017 года. Вот как это художественное решение вообще аргументировать, как его раскатиковать, и что с ним можно делать, да? Потом саундтрека в фильме нет, да? В принципе. То есть, в фильме присутствует саундтрек, начиная там с 11 минуты. Он идет несколько минут. Он достаточно, ну, он есть, как бы, да, но он очень сжатый. Он идет достаточно интенсивно, эмоционально. Очевидным образом, на первый взгляд, кажется, что это просто попытка эмоционально нагрузить зрителя. И эта попытка, как бы, кажется похожа на то, что делает классическое голливудское кино. Когда образ вот Сивен Шавира, до которого мы наконец добрали, ссылается на Мишеля Шиона, киноведа, экспериментального композитора французского, который говорит, что в классическом кино существует определенный аудиовизуальный контракт. Аудиовизуальный контракт — это определенные негласные столпы, на которых основано взаимодействие звука и образа. И они, как утверждает, например, тот же Шавира, они на самом деле сохраняются даже в фильмах, скажем, там, Гадара. Вот, то есть выхода не происходит. Происходит просто реконфигурация этого аудиовизуального контракта и какая-то смена указания на наличие аудиовизуального контракта, да, но не происходит его преодоление. Аудиовизуальный контракт заключается в том, что когда мы смотрим фильм, если нам показывают, там, вспомните, финал любого голливудского фильма, там, вспомните, «Звездные войны», финал Спартака, там, Стэнли Кубрика, мы смотрим, и музыка эмоционально повествует, что мы должны чувствовать, да, как бы определенным образом программируя на эмоциональную реакцию, да. Ну, то есть классический аудиовизуальный контракт, когда посредством звука, музыки, но также звука в принципе, мы как бы открываем истинный смысл образа, но ведь на самом деле истинный смысл образа, он только и конструируется с помощью музыки, то есть это секрет неким образом. Музыка говорит нам, как мы должны считывать истинное содержание образа, но без музыки нет никакого истинного содержания образа, да. Понятно, это конфигурация, то есть попробуйте посмотреть немое кино полностью немым, без аккордов, без рэктаймов, да, например, которые там часто используются, или попробуйте посмотреть вообще без саундтрека, там, какой-то из известных голливудских фильмов. Ну, можно пустить субтитры или можно ставить только голоса, например, да, но убрать вообще музыку как таковую. Совершенно другое будет восприятие, и просмотр, конечно, будет намного сложнее, это однозначно, вот. И то, что происходит в последнее время, опять-таки, здесь я просто пересказываю Шавира, которого я использовал как очередную вот карту для чтения фильма к территории, происходит пересмотр этих отношений в связи с тем, что, то есть то, что делает Шавира, это вообще как бы форма рефлексии о том, что такое современность, то есть как она детерминируется, как она кодифицируется эстетически, как она оформляется в эстетический опыт, и как этот опыт приходит из социоэкономических изменений, но как одновременно этот опыт влияет на наше понимание мира, то есть это как бы что-то, что, условно говоря, можно назвать замкнутым кругом, но на самом деле это не замкнутый круг, это такая модель, где одна часть постоянно информирует как бы другую, питает другую. То есть вследствие мультинационального капитала, там определенных разрывов, вследствие того, что экономика приобретает сетевую структуру, классическая там нарративная структура, которая в том числе была заложена и в пленке, да, пленка в принципе предполагает определенную нарративу, она предполагает события, потому что она линейна, ее развертка линейна. Эта структура меняется в структуру, то, что Левманович называет цифровые базы данных. Цифровые базы данных работают по совершенно другому принципу. оцифровывается материал, и все, что оцифровывается, укладывается в бинарный код. В бинарном коде нету заданной априори, в том числе медиумом, как это было в пленке, последовательности. И это принципиальный момент, потому что получается, что в базах данных, в логике баз данных нарратив вообще не фигурирует как фрейм, как какая-то рамка, которая организует материал. То есть все, что оказывается в базе данных, оно равноправно. Нарратив может быть одной из моделей. Мы можем вызвать из базы данных какое-то количество файлов и организовать это в нарратив, потому что мы в нашем сознании решили так сделать, да, потому что у нас есть определенная память о нарративе, желание нарратива и прочие моменты. Вот, но само по себе движение, как бы сами по себе события, да, они как бы перестают. То есть образ движения, образ времени, который писал Гелюз, они как бы уходят и сменяются третьим образом, к чему, собственно говоря, ведет Шавира, основываясь на Мишеле Шионе, на анализе еще там ряда людей. Вот, и как бы движение, как таковое, из, даже нельзя сказать, из кинематографа уходит. Почему нельзя сказать из кинематографа? Потому что если там в 30-е, 40-е, 50-е годы кино было единственным источником moving image, да, движущегося изображения, сегодня, конечно, кино является одним из многих. И прежде всего наш опыт moving image основан не на кинематографе, он основан на социальных сетях, он основан на гифках, он основан на каких-то там микрофрагментах, микророликах и на движении ленты Фейсбука, да. И кино как бы вынуждено реагировать и общаться со зрителем, который приходит в кинотеатр или открывает файл, готовится читать его как текст, так как он проматывает ленту Фейсбука, как текст, как он читает посты своих друзей. Вот это совершенно принципиальная реакция. То есть кино реагирует в ответ на вот этот вот вызов, который приходит из новых медиа, потому что кино утратило монополию на движущиеся изображения. Вот. И отсюда как бы все вытекающие последствия. И в этих обстоятельствах моментом, который нельзя, моментом, который редуцировать, стереть нельзя, который по-прежнему темпорален, то есть как бы получается, что база данных не обладает нарративной структурой, это значит, что там в принципе вопроса времени не стоит. То есть ну все как бы существует параллельно со всем, да. Но при воспроизведении момент, который в принципе невозможно до такой степени как бы редуцировать, это звук, потому что опыт звукового восприятия, он так или иначе оказывается темпоральным у человека. Об этом говорилось, кстати, многими теоретиками, в том числе, по-моему, или Марион, или Вильям Флюсер об этом писали, о том, что образ мы можем охватить сразу взглядом, вот, со звуком, как пишет Шавира, да, там, ссылаясь на Шиона, ситуация другая. Звук это и есть то, что это та темпоральная ось, которая и является собой, как бы, которая и темпорализирует восприятие фильма. То есть, грубо говоря, в новых медиа время распадается на две части время фильма. Это внутреннее время, как бы, пустое, потому что отсутствующее внутреннее время фильма. Почему оно отсутствующее? Потому что уже нет времени фильма, есть вот логика базы данных, и она просто произвольно укладывается в таком порядке. И внешнее время — это контейнер видеофайла, от которого никуда сбежать не получится. То есть, как бы, есть время событий фильма и есть время прохождения фильма. Вот, понимаете, да, это две совершенно разные вещи. Время событий фильма может быть ноль. Мы сейчас посмотрим клип Massive Attack, который использует Сивен Шавира для того, чтобы это объяснить предельно четко. То есть, это клип, который основан на CGI, на полностью отрендеренном предварительно пространстве. Это пространство, в котором не происходит никаких... То есть, для сторителлинга не используется монтаж, потому что в монтаже нет необходимости. Все уже создано, как в компьютерной игре. Нет возможности монтажа. Есть необходимость создать все наперед и оставить это в таком виде для того, чтобы игрок открывал какие-то пасхальные яйца и так далее, и так далее. Вот. И время событий, ну, там, конкретно в клипе Massive Attack, оно сведено к нулю. Ну, время, которое требуется для того, чтобы показать отсутствие событий, составляет 5 минут длительности песни. Это совершенно разные вещи, да. То есть, событий нет, но для того, чтобы об этом рассказать, нам нужно время, потому что наше восприятие звука так устроено. Ну, и потому что вообще язык так или иначе для определенной артикуляции нам необходимо время для того, чтобы слова произнести, там, записать и так далее. То есть, язык в любом случае неким образом задает временную ось восприятия, да. Была ремарка совершенно правильная, об этом Шавира тоже пишет, о том, что как бы, да, мы видим определенную там вспышку в конце. Кстати, тут по иронии судьбы получается определенное наполстование, потому что вспышка, которую мы видим в конце, немного похожа на там изрыв. И по видео называется Splitting the Atom, да, расщепляя атом. Ну, я не склонен осматривать в этом каких-то мистических коннотаций. Вот. Процессирую, собственно говоря, Шавира, да, который говорит о том, что время исключено из мира видео, расщепляя атом, Massive Attack. И выражаясь более общим образом, оно исключено из мира трехмерного моделирования, который также является миром, в кавычках, позднего капитализма или миром сети. World of the network, да. Но определенный тип необратимой темпоральности возвращается в любом случае и акустически преследует это пространство, из которого он был исключен, изгнан. И об этом можно думать аллегорически как о месте, которое совершает время над пространством, да, как месть звука, образу. Вот. И если после этого, ну, то есть, если после этого вы вспомните вторую часть, которую вы сейчас будете скоро иметь возможность посмотреть, если вы вспомните вторую часть Данеком Лена, то понятно будет, что то, что он предлагает во второй части своего фильма, это, конечно, монтаж. Там есть определенный такой монотонный монтажный ход, который похож чуть ли не на ход пятилеток, да, вот так он очень ритмично все монтирует. Это вводится, входит в серьезный очень диссонанс со звуком, который решается по-другому, в том числе этот отрывок саундтрека. Но то, что показывает Камлен, там нету движения, там нету, там ничего не происходит. Монтаж не используется для того, чтобы рассказать какую-то историю, для того, чтобы показать происхождение каких-то событий. Он используется для того, чтобы, в общем-то говоря, очень грубо выражаясь, имитировать опыт игрока в компьютерную игру, да. То есть мы просто таким образом исследуем пространство, которое было отрендерено до нас, да. И в этом смысле монтаж, который применяется в этом фильме, он вроде бы как то же слово, но это совершенно другой монтаж. Он не имеет ничего общего с монтажом Эйзенштейна. Это в принципе совершенно другой, ну это совершенно другой механизм для других целей, в другом контексте созданный, да. Потому что мы ничего не получаем, там ничего не происходит, он не движет вперед события фильма, вот. И таким образом он близок вот к CGI, планы статичные цифровые из зоны отчуждения, да. И что предлагается этому взгляду, вот в чем как бы интересный момент этого фильма, в том, что предлагается взгляду, который попадает в эту ловушку темпоральную. То есть с одной стороны есть ностальгия архива, который находится, условно говоря, в первой части. С другой стороны есть массив этих цифровых планов статичных Припяти. И все это очень сильно нагружено или какими-то ностальгическими чувствами. И, в общем-то говоря, является, ну, пространственным опытом, да. Вот, то есть темпоральность возвращается с помощью этого коротенького отрывка саундтрека, который у нас возникает. То есть с одной стороны у нас есть с самого начала, с самых первых кадров мы слышим звуки, видим архивную съемку, слышим звуки зоны отчуждения. И потом в один момент как бы из предыстории, да, как советское государство, если вспомнить слова советского государства, в себе возникает этот нарратив, который потом заканчивается определенным крещендо, но это не синоним как бы звуковой кульминационных сцен саундтреков, классических кульминационным сценам в фильмах. То есть то, что пытается сделать фильм, это не апеллировать к нашей эмоциональной части, к эмоциональной как бы структуре эмоционального чувствования образа и засподтолкнуть нас, прочувствовать этот образ так или иначе. А то, что пытается сделать фильм, он пытается определенным образом прокомментировать, в общем-то говоря, само отношение к истории, вот, которая существовала в Советском Союзе, потому что он повторяет. В структуре звукового сопровождения фильма мы видим как бы сначала эту природу, 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 потом возникает, какое-то время существует, восходит, достигается максимума и потихоньку исчезает, распадается. Вот это, собственно говоря, саундтрек, да, что очень похоже на возникший импульс отрицать предшествующее развитие, утверждая интенсию построить новый мир, который в конце закончился 90-м, 90-м годами, да. То есть вот структура музыки, структура саундтрека, которая предлагается, это звуковая, не визуальная. А звуковая метафора, потому что визуальных метафор истории, в данном случае, в контекстах нового аудиовизуального образа, наверное, быть не может, или это как-то сложнее устроено, не в этом фильме, но с моей точки зрения, это звуковая метафора, собственно говоря, того исторического нарратива, которое рассказывало о самом себе советское государство, да, это то, как СССР видел собственную историю и отношения с остальной, будучи там одной шестой частью суши, да, словами Загивертова, как он видел отношения с остальными пятю-шестыми части суши. И заканчивается это все в сцене, которая, в музыке, которая является не кульминацией, вроде там финала симфонии Бетховена или вот музыкального сопровождения к сценам фильмов кульминационным, а является как бы звучанием вот этой вот диалектической иронии, приобщением одной шестой к оставшимся пяти-шестым, да, то есть, собственно говоря, приобщению к позднекапиталистической миросистеме, да, которая сама по себе на момент 90-го года была определена противостоянием, да, во многом США и Советского Союза. То есть, здесь опять-таки есть система пунктов, которые постоянно друг друга питают, вот. И, в принципе, если мы коротко резюмируем, если мы коротко это все резюмируем, то получается такая штука, что фильм как цифровой медиум является, в общем-то говоря, продуктом произошедшего такого, ну, произошедших событий, катастрофой, которую он, наверное, сказательно, метафорически повествует, да, потому что приход новых медиа и сама возможность создания этого фильма, они стали возможны именно благодаря тем событиям, которые фильм опускает, да, которых там нет, это период там с 86-го по 91-й год, да, вот. И таким образом, с одной стороны, фильм работает эмоционально, да, как есть определенная эмоциональная экономика фильма, это ностальгия первой части, да, и вторая часть, эффект, то, что вслед за Марком Фишером я назвал Eerie, да, кроме того, это Припять оказывается местом, которое связано определенным образом не только с Чернобыльской катастрофой и катастрофой распада Советского Союза, но и с более длинным нарративом конструирования украинской идентичности, который прерывается постоянно, вот, и никак не может быть доведен до какого-то более-менее собранного состояния. И есть уровень, на котором это более архетипическим образом функционирует, как Эдем первой части архивной, да, как бы доисторическое детство, как бы всякое детство является предысторией, и потом руины настоящего, которые мы видим, то есть как многосложная такой, ну, многосложная машина, да, смыслообразующая. И на этом, собственно говоря, я думаю, что мы можем посмотреть еще раз то, что снял Дэна Камлен. Если просимировать какие-то моменты основные и ключевые, то есть вопрос, как бы для меня стоял, с одной стороны, понять, как это связано и почему это срезонировало с моим собственным опытом. Второй момент, каким образом используются звук в этом фильме, почему он используется так, а не иначе. И третий момент, как бы, как эта работа, которая является, условно говоря, вангардом, связана вот с современным аудио-визуальным образом, который следуется на примере Massive Attack, да, то есть от Дэна Камлена до Massive Attack. Как мне кажется, дистанция далеко не такая значительная, как может показаться на первый взгляд, если смотреть на клип с Лидим Диэтом, да, если смотреть клип и потом смотреть Дэна Камлена, предложение фантазии. Вот. Есть, как бы, в общем-то говоря, если у вас есть какие-то вопросы, если я могу чем-то как-то что-то прояснить, потому что материал был очень большой, и фильм тут был как повод поразмышлять о ряде вещей, которые выходят далеко за пределы фильма, они как бы глобальные, списаны сотни на этот счет страниц, поэтому понятно, что возникли какие-то, либо вследствие того, что я, может быть, выбрал там какую-то не такую форму подачи материала, или априори возникли определенные нестыковки, какие-то недопонимания, это понятно, но... Я попробовал это все замкнуть вот так вот, да? Я не знаю, я читал несколько интервью, в которых он упоминает о этом месте, вот. Я могу прочесть его авторское описание, которое он дает к этому фильму, но нигде он не объясняет, почему он делает то, что он делает в Припяти. Вот. Как мне кажется, возможно... Ну, это человек из бывшей Югославии, там тоже есть эти вот заброшенные социалистические монументы, как это называют на английском, да? Top 25 abandoned socialist monuments, там, на Guardian, ты заходишь, и это просто вот медиа-машина предлагает тебе это смотреть, лайкать и так далее. Мне кажется, это вполне сознательный ход, обратиться к чему-то, что для него является, с одной стороны, знакомым, с другой стороны, очевидно, контекст все-таки немного другой, постсоветский. Вот. И тот факт, что ты обратил на это внимание, как раз-таки интересно опять проблематизирует вот этого связь. Так как бы, ну, нельзя назвать, что это совершенно массовая работа, но, опять-таки, если мы называем это авангардом, то как что? Как режим прочтения вещей, которые нам знакомы в других контекстах, более попсовых, определенным образом, ну, скажем так, менее попсовым, менее тривиальным, да? Его описание звучит таким образом. Я прочту это, я буду переводить сходы на русский язык. Много лет назад города вниз по реке были захвачены заражением или загрязнением, да? Вещи начали изменяться, и все постепенно превратилось в нечто другое. Было непонятно, была ли трансформация симптомом болезни или путем избежать этой болезни. Заражение или загрязнение прикоснулось ко всему, к каждой вещи, к каждому живому существу, да? Растения и животные, камни, почва, мужчины, женщины, дети, их мысли, их мечты, их воспоминания. Воспоминания. Старая женщина однажды сказала мне, как все воспоминания превращаются в деревья. Я едва мог разобрать, что она мне говорила. Она сказала, что она может слышать, как деревья говорят, быть телом, быть кем-нибудь. To be a body, to be anybody. После лет, спустя годы после того, как заражение прекратилось, города остались нетронутыми. Необходимо было очень внимательно смотреть, для того, чтобы увидеть следы предыдущего времени. Если бы мы могли слушать деревья, если бы было возможно услышать деревья, что бы они сказали? A way out, a way out. Ну, как бы, какой-то выход, какой-то выход. Ну, вот такое описание Данекомленда. Могу прочесть это еще раз на английском. Ну, как бы... В принципе, оно ничего не объясняет. Оно ничего не объясняет. Это такой человек, который вообще любит достаточно... Ну, есть некоторый пафос, как мне кажется. Я не знаю, насколько это поза, насколько это просто естественная манера изъяснения. Не берусь сказать его. Но интеллектуальный компонент достаточно выражен в его творчестве. У меня есть еще две другие его работы. Одна из них стала первым, пока последним фильмом, который я купил. Он стоил 2 или 3 доллара. Но это был... Это отличный фильм. Работа с Джеймсом Латтимером. Они ездили в Бразилию и снимали все, что можно было снять по поводу города, где жили рабочие, которые строили Бразилия. То есть вот шедевр модернизма Оскара Немейера. Был построен людьми, которые жили в фавеллах. И эти фавеллы потом были затоплены. И на месте существует озеро там сейчас, которое как бы несет свою прохладу, да? К этой жемчужине модернизма, интернационального стиля, да? Бразилия. И вот этот фильм 10-минутный посвящен исчезнувшей архитектуре, которая сама по себе, по самому принципу была временной архитектурой. Такая ад-хок архитектура, да? Что очевидным образом указывает на связь архитектуры, темпоральности. То есть и в его полнометражном фильме, который тоже я смотрел, который называется «Все города севера». Опять-таки тоже проскакивает архитектура, время, социальная трансформация. То есть очевидно, у него есть кластер тем, который он развивает в этих трех работах. Других я не видел пока. Да, если кого-то интересует, я могу это отправить кому-то, оставшиеся две, которые у меня есть, или там этот фильм, совершенно без проблем. Одно из последних интервью его называется «Кинематограф невозможен без сотрудничества». То есть это, в общем-то говоря, кино как форма жизни сообщества. Какая программа им заявлена? Я не прочел еще полностью интервью, но там очень много гидобора. Я предполагаю, что там есть аппарат сообщества, сопротивления, который связан с институционистами. Так, по первому взгляду это выглядело так. Неизвестно, звук, звуковая дорожка. Бывали в этих архивных материалах, которые он получил в Украине от работы, от которой первые пять лет? Бывали там звуковая дорожка? И что с ним стало? Да, почему он решил вот этими птичками, птичками, в смысле, заполнить весь фильм, отказаться от, наверное, не такой уж и скучной звуковой дорожки, вот тех техников, там, дни рождения, и всех, которые были махали? Я думаю, что отказаться он решил, потому что звуковая дорожка внесла бы очень сильное децентрирование, восприятие, отвлечение внимания зрителя. Он в самом начале дает такую установку на то, что это все, в общем-то говоря, уже прошло. Это такой эдем, как я это для себя называю в своей ментальной карте. Вот, поэтому и для него важна определенная чисто физиологическая длительность ожидания зрителя. То есть, если ты будешь три минуты слушать птичек, это не то. Если ты будешь их слушать 10 минут, это все-таки приведет к определенному накоплению фрустрации, усталости, там, кому-то понравится, кому-то не понравится. Вот, и потом он включает этот саундтрек, который был написан. То есть, мне кажется, что для него важна чисто хронометраж принципиально важен. Что случилось с дорожкой? Была ли она? Я не знаю. На этот счет просто никакой информации нет. Можно написать ему. Я пока так и не собрался ему написать. Но у меня есть выход на продюсера этого фильма. Но если я буду это переделывать в статью на русском для синтекля, если я решу, что эта история имеет смысл, то я, наверное, напишу и возьму несколько справок у нее или у него через продюсера. Потому что я знаю, что это видео семьи, которая жила в Трипяти. И так я прочел в рецензии там одного авторитетного критика постсоветского. Вот. Ну, больше ничего не знаю по поводу футиджа оригинального. Я показал, что укусил анализ или как-то именно внимания, а вот это не было всяких проявлений. Первый момент дождем, который расставил слум прямо до облучительного. Как это было связано с тем громким фаундтреком, который в Триптизе, который в Триптизе, то есть два таких сертификах в Триптизе, которые в Триптизе, в Триптизе, и индустриальный, который был непонятным. Да, это я забыл просто об этом сказать. О том, что до, наверное, заметили, что до этой последней сцены, как бы, где фактически у нас свет и тень делают все события фильма. Вот в Massive Attack это взрыв делает единственное событие фильма. В этом фильме получается, что все, что происходит, происходит благодаря эффекту аппаратуры. Потому что, как бы, другие средства исчерпаны, героев нет, да, как бы, истории закончились и так далее. Но кроме этого, и это, кстати, происходит, судя по всему, возможно, там идет очень четко, кстати, перед тем, как мы оказываемся в этом помещении, там показано панно в Доме культуры энергетик. Панно, которое повествует, в общем-то говоря, о прогрессе социалистического человечества. И я вот сейчас только что пересматривал, и мне показалось, что это вообще совершенно, как бы, очевидный ход и очень простой ход. Там эти стертые фигуры на панно, то, что осталось, как бы, от этого прогресса, она, как бы, тоже достаточно ярко свидетельствует о взгляде, с которым он все это рассматривает. До этого, до этой последней сцены образ, там, как бы, флуктуация наблюдается. Он, как бы, затемняется, затемняется, потом возвращается, затемняется, возвращается. И, как бы, но в итоге, только когда звук нарастает до максимума, образ тоже максимально себя преодолевает. То есть, опять-таки, с точки зрения вот Шавира, например, образ несостоятельный, но он самостоятельно не может преодолеть, ну, там, он не может породить движение, даже в таком рзац виде, как затемнение, fade in, fade out, которое мы здесь видим. Все завязано на звук. И только когда звук происходит, как бы, вот в преддверии звука, там образ полностью гаснет, потом возвращается опять полностью, потом полностью гаснет, и опять полностью возвращается, и фильм заканчивается. Вот эти моменты у меня были отмечены, я просто выпустил их по ходу, но замечание очень хорошее, да. То есть, образ самостоятельно пытается что-то делать, но звук является, получается, говоря, он получается тем стержнем, который держит в отсутствии нарратива фильм. Ну, в отсутствии событий, событийной конвы, да? Бесконечность. Да. Да. Ну, это фильм виден в плане визуальности этих штучек, символики, но тут это явно символическая, маленькая такая сцена, которая присутствует в этой символике. Ну, я думал об этом несколько раз, но так как бы явно у меня не... Ну, вчитывать как бы какие-то интенции режиссера, как бы я этим не занимался, я занимался просто расшифровкой собственной реакции на фильм, вот и все. Пытался ее обосновать и укоренить в медиапроцессах, происходящих в собственном медиальном опыте и так далее. Поэтому, ну, я заметил эту восьмерку. Вот. Слушай. Я упоминал о том, что спальные районы абсолютно четко связаны. То есть это мы видим, как бы Воскресенку в том числе, ну, винограды, да-да. Ну, а как тут смотрят люди, которые не выросли и никогда не были в Неприи вот в этом самом окружении? Ну, вот, что америка, не знаю, если ты понимаешь, конференции там были? Были хорваты, ну, хорваты были в восторге. Ну, это просто, это открытие было. Они сказали, что я... Ну, Матия сказал мне, что я для себя просто открыл этого человека. Это единственный человек, который делает кино из бывшей экс-югославии, который делает вещи, под которыми хочется подписаться. Вот. Как смотрят американцы, я не знаю, но как бы... Там были люди, да, были американцы, американец, который живет в Хорватии, это все организовал Брайан Вильямс. Но каких-то развернутых комментариев я не получил. Я предполагаю, что там есть момент, с одной стороны, когда эти все образы более экзотически воспринимаются, да, как такая постсоциалистическая руина, там вот там зловещие советские ядерные, там халатные эксперименты, еще там что-то. Ну, то есть, есть какие-то напластования с фильтром аскультуры. С другой стороны, возможно, там как раз-таки за счет того, что нету вот этой социологической увязки, там, на опыт 90-х и прочие вещи, там, ностальгические вспоминания, там, собственно, вот я там вспоминаю, например, при первых кадрах черно-белой фотографии собственного семейного архива. Это просто идет вот, ну, я не пытаюсь это преодолеть, зачем это преодолевать, но просто эта привязка есть, она подгружается, вот. У людей, у которых нету, как-то сказать, советского прошлого или постсоветского, раннего прошлого, и которые находятся в совершенно другой культурной парадигме и матрице, я думаю, идет как раз-таки обращение к каким-то, может быть, более глубоким смыслам, которые в этом фильме тоже есть. То есть там прогресс, история, прошлое, там, наши отношения к архиву, но опять-таки я не буду спекулировать на этот счет, потому что основной ракурс мой, это как бы социологическое связать это с восприятием этого фильма возможным людьми из бывшего Советского Союза и законнектить это как условный авангард с условной массовой культурой, как бы massive attack splitting the atom, да, вот. И вот эта вещь достаточно важная, потому что все работы, которые посвящены аудиовизуальному образу современному, они все связаны с, в общем-то говоря, с какими-то клипами, в большем счете, или с очень массовыми фильмами, вот. Ну и я попытался это соединить с... То есть смысл, в общем-то, такое, что трансформация аудиовизуального образа, которая происходит, она глобальна, она не селективна, она затрагивает и авангард в том числе, и здесь невозможно как-то ее избежать, невозможно сказать, что я так... Ну, можно сделать так, как делают некоторые режиссеры, там, гандри и так далее, да, можно снимать на цифру и добиваться пленочных эффектов, или можно снимать вообще на пленку. То есть можно делать такие вещи, если ты хочешь позиционировать себя как какого-то человека, ну, который практикует какие-то странные вещи, сознательно дистанцироваться от цифровых технологий. В рамках цифровых технологий, ну, очевидно, Камлен остается в этих рамках, он не пытается себя дистанцировать от этого полностью. Избежать включенности в это новое аудиовизуальное изображение нельзя, потому что оно приходит мне как конструкт Стивена Шавира или там еще какого-то Мишеля Шиона, а потому что это эстетический код, в который как бы кодифицируется, который постоянно пересобирает и собирает опыт сетевого существования, да, вот этого мультинационального капитализма, того, что я назвал позднекапиталистической миросистемой. Поэтому ну, как бы это есть среда, в которой мы живем, в той мере, в какой мы включены в медиапространство и избежать этого, ну, не получится, Камлен, конечно, тоже к этому причастен. Что произошло, мне кажется, опять-таки, еще раз подчеркну, помимо его воли, то есть я не думаю, что Камлен посчитал Стивена Шавира, сказал, а ну-ка, устрою я им кавер на Massive Attack, такой хитро задуманный, я вот такую штуку сделаю. Я думаю, что у него было какое-то однозначно там творческое вдохновение, ну, то есть мне по этому фильму как бы очевидно, что человек шел по наитию, он работал с образом, там нету интеллектуализированных каких-то конструктов, которые он попытался внедрить и как-то там искусственно организовать по умненькому материалу. То есть я почувствовал как бы такой, ну, сырой аффект от кинообраза. То есть видно, что человек с чем-то соприкасался в процессе работы, подлинным, да, не пытаясь задним числом набросить какие-то там на материал, какую-то сетку рациональных категорий. Вот. Ну, в процессе оформления этого материала нельзя избежать констант, которые являются константами как бы, эстетического нашего существования, медиального, постмедиального, как только они называют, эпоху. Вот. Еще пытание, шановое. Что ты имеешь в виду? Какие кадры? Это, по-моему, нет, это хороший пиратский файл высшего качества. Ну, там явно совершенно другое. разрешение другое, но, насколько я могу понять, это снято, ну, то есть, судя по логике фильма и по всему тому, что я читал, это снято в каких-то водоемах, которые находятся на территории зоны Вечужиня, сняты в 2017 году. Часть материала, по-моему, снята была по его просьбе не им лично. Там в титрах есть люди, которые снимали. Возможно, было несколько камер. Возможно, но это уже мои как бы спекуляции. На самом деле, там надо изучить. Я думаю, что это приблизительно одно время снималось там в одно время в одном месте в зоне отчуждения. Да. Там и дома выглядели, если посмотреть количество окон, что-то больше, не такая витрозуфика. Вообще, что-то полный тысячный. Ну, понятное дело, что это нравится на самом картинке, но вот если так присмотреть, на что он посмотрел, то он на дом посмотреть. Он очень такой незасущенный. И растений, и... Интересная ремарка, да. Вот там первые кадры черно-белые, я не знаю, 70-е, 60-е, это все жорче. В начале 80-х, да. Ну, это интересная ремарка, потому что, возвращаясь к сценам, там, где дождь был, там тоже зернистость такая в первых сценах, очень... ВХС-овские штуки, да, ВХС именно, эффекты. Возможно, использовано несколько архивов, и использованы как бы какие-то архивные материалы, снятые в Триппете, действительно, там, в начале 2000-х, или это использовано, или это сделано таким образом, что очень качественная стилизация под начало 2000-х, с выбором менее пострадавших зданий. Но это, как бы, я не знаю, как это можно проверить, кроме как написав ему, потому что нигде никто об этом ничего не говорит, вот, им это не упоминается, и в рецензиях, которые я читал, этот момент, кстати, не освещается, считается, что в этом фильме как бы две основные части, это архив советской семьи из Припяти, и руины Припяти, снятые в цифровую эпоху. Но вот вещь, которую ты озвучил, меня посетила, потому что мне показалось, что какие-то сцены в части зоны отчуждения, они тоже как-то, ну, по качеству явно отличаются от других, то есть оно как бы неоднородное, а гетерогенное тоже футочное идет. Если это так, то как бы немного усложняется структура фильма, но я не вижу принципиальных моментов. Он просто нас проводит, грубо говоря, вот такие штуки получаются. То есть если фильм рассматривать как систему линз, через которую предлагается как бы пройти взгляды зрителя, но взгляды, я имею в виду не буквально тому, что мы видим, а определенные рефлексии о том, что такое современность и как это все собирается, то ну, это просто усложнение этой системы и ставит еще одну линзу туда. Вот. Или он не ставит, а как бы просто у него был под рукой такой архив, он это сделал. опять-таки, уходя от его интенции, да, чтобы не вышло так, что мы пытаемся сказать, что мы знаем, что он делал. Непонятно, что он делал, но вот по факту для меня это получается вот так. То есть, как бы, ну, смыслы произведены вот такие. Не знаю, я был рад, если это понравилось. Спасибо Данакамлену, потому что фильм, на самом деле, изумительный. Танакамлену.